Шик Монте-Карло Шик Монте-Карло Будущий год объявлен Годом России в Монако. 24 октября в Океанографическом музее княжества собрались организаторы и участники этого события, чтобы рассказать, что нас ждет в 2015 году. У России с Монако есть целый ряд сегментов во взаимоотношениях, которых нет у нас, скажем, с Германией или с Польшей или с Францией. Помимо культурных связей, которые глубоки и насчитывают не одно десятилетие, даже не одно столетие, у нас есть очень серьезные научные взаимоотношения, связанные прежде всего с изучением Мирового океана и Арктики. С другой стороны, здесь сосредоточены многие структуры и просто отдельные люди, которые влияют на мировую политику и на мировую экономику, прежде всего. Я думаю, что это важно будет для всех нас. И это будет такой особый элемент этого года. Монако сегодня, кроме своей такой культурной функции, становится еще и центром коммуникации культур. Вот это соединение в пространстве, казалось бы, глобального расслоения цивилизационного Монако становится центром соединения, соединения культурных пространств. Вы уже успели изучить программу? Что-то вас там заинтересовало? Ну, мне кажется, что самое главное – это наличие такой длительной программы длиною в год. Сам факт такого праздника русской культуры, научных обменов, спортивных, он важнее каждого конкретного элемента, хотя среди них много прекрасных. Скажите, пожалуйста, для вас лично год России в Монако, что это значит? Это имеет громадное значение. Это мудро, что принц взял на себя такую ответственность. Россию нужно поддерживать. Поэтому я страшно рад, что я участвую в этом событии. Шик Монте-Карло Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова